Игнать Тихонович, молитесь. Игнать Тихонович, молитесь. Молитва ради Пречистой Твоей Матери, силы честного животворящего Креста, святых ангелов наших, хранителей всех ради святых. Помилуй и спаси нас, яко благо и си человека любит самим. Молитва ради Пречистой Тихонович, молитесь. Аминь. Святаго Духа, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесной, утешивай души истинные, и живи здесь и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди, вселися вны и очистенные, и всякие скверные спаси блажи души наши. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу ины, и пресной, и вовеки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети сыны немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, ины, и пресной, и вовеки веков, аминь. Отче наш, ижести на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же ему оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лука в огол. Ибо Твое есть Царство, Сила и Слава во веки, аминь. Оставши от сна, препадаем тебе блажь, ангельскую песню, пиемте сильный. Свят, 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 Иси Божий, Богородица, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодраясь нам, возникнейся, Господи, ум мой, просвети их сердцем. С ним и отверзи, вае же печете, Святая Троица. Свят, 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 Иси Божий, Богородица, помилуй нас. И ныне, и пресной, и вовеки веков, аминь. Внезапно судья приидет, и ко Его же деяния обнажаться. Но страхом зовем полунощи, Свят, 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 Иси Божий, Богородица, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю тебя, Всесвятая Троица, Кому героя твоя благость и долготерпение, Не прогневался на меня лениво и грешно, Не поубил меня с обеззаконием моими. Но человеколюбствовал виси обычные. И в ничиане лежащий гавазирный и сей. Боя же утренненький славостойкий державу Твою, Имени Владыка, просвети мою осень, мы сне. Отверзи мои уста, поучатися со всеми Твоим, И разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, И пейте Тя во исповедание и сердече, И госпебате все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, Ныне и пресно, и вовеки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся Христу, Царю и Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем К самому Господу Иисусу Христу, Царю и Богу нашему. 77-й Псалом Внимай, народ мой, закону моему, Преклоните ухо ваших словам уст моих, Открой уста мои в притчи и произнесу гадания из древности, Что слышали мы и узнали, И отцы наши рассказали нам. Не скроем от детей их, Возвещая роду грядущему, Славу Господа, И силу его, И чудеса его, Которые он сотворил. Он постановил устав в Якове, И положил закон в Израиле, Который заповедовал отцам нашим, Возвещать детям их, Чтобы знал грядущий род, Дети, которые родятся, И чтобы они в свое время Возвещали своим детям, Возлагать надежду свою на Бога, И не забывать дел Божиих, И хранить заповеди его, И не быть подобным отцам их, Родоупорному и мятежному, Неустроенному сердцем И неверному Богу духом своим. Саны Ефремовой, вооруженные, Стрелящие из луков, Обратились назад в день брани. Они сохранили завета Божия, И отреклись ходить за кони его, Забыли дела его чудеса, Которые он явил им. Он перед глазами отцов их Сотворил чудеса в земле египетской, На поле Циан, Разделил море, И провел их через него, И поставь воды стеною, И днем вел их облаком, А во всю ночь светом огня. Растек камень в пустыне, И напоил их, Как из великой бездны, Из скалы извел потоки, И воды потекли, как реки. Но они продолжали грешить перед ним, И раздражать Всевышнего в пустыне, И искушали Бога в сердце своем, Требуя пищи по душе своей, И говорили против Бога, И сказали, Может ли Бог приготовить трапезу в пустыне? Вот он ударил в камень, И потекли воды, И полились ручьи. Может ли он дать и хлеб? Может ли приготовлять мясо народу своему? Господь услышал, И воспламенился гневом, И огонь возгорелся на Якова, И гнев подвинулся на Израиля, За то, что не веровали в Бога, И не уповали на спасение Его. Он повелел облакам свыше, И отверг в двери неба, И одождил на них ману, Пищу, И хлеб небесный дал им. Хлеб ангел сие ел человек, Послал он им пищу до сытости. Он возбудил на небе восточный ветер, И навел южной силой своей, И как пыль одождил на них мясо, И как песок морской птиц пернатых, Поверк их среди стана их, Около жилища. И они ели и присытились, И желаемо ими дал им. Но еще не прошла прихоть их, Еще пища была в устахе, И гнев Божий пришел на них, Убил тучных их, И юношей Израилю их не сложил. При всем этом Они продолжали грешить, И не верили чудесам Его, И погубил дни их в суете, И летая в смятении. Когда Он убивал их, Они искали Его, И обращались, И с раннего утра прибегали к Богу, И вспоминали, Что Бог их прибежище, И Бог Всевышний избавитель их, И льстили ему устами своими, И языком своему гали перед ним. Сердце же их было неправо перед ним, И они не были верны завету Его. Но Он, милостивый, Прощал грех, И не истреблял их, Многократно отвращал гнев свой, И не возбуждал всей ярости своей. Он помнил, что они плоть, Дыхание, которое уходит, И не возвращается. Сколько раз они раздражали его в пустыне, И прогневляли его в стране необитаемой, И снова искушали Бога, И оскорбляли святого Израилева, Не помнили руки его, Дня, когда Он избавил их от угнетения, Когда сотворил в Египте знамения свои, И чудеса свои на поле Циан, И превратил реки их, И потоки их в кровь, Чтобы они не могли пить, Послал на них насекомых, Чтобы жалили их, И жаб, чтобы губили их, Земные произрастения их отдал гусенице, И труд их саранче, Виноград их побил градом, Кисел в шатрах хамовы, И повел народ свои, как овец, И вил их, как стадо пустынью, Вил их безопасно, И они не страшились, А врагов их покрыло море, И привел их в область святую свою, На гору сию, Которая стяжала десница его, Прогнал от лица их народы, И землю их разделил в наследие им, И колено Израилевых поселил в шатрахе, Но они еще и скушали, И огорчали Бога Всевышнего, И устав его не сохраняли, Отступали и изменяли, Как отцы их, Обращались назад, Как неверный лук, Огорчали его высотами своими, И истуканами своим Возбуждали ревность его, Услышал Бог, И восклонился гневом, И сильно вознегодовал на Израиле, Отвинул жилище в селоме, В скиньме, в которой обитал Он между человеками, И отдал в плен крепость свою, И славу свою в руки врага, И предал мечу народ свой, И прогнился на наследие свое, Юноша его поедал огонь, И девицам его не пели брачных песен, Священники его падали от меча, И вдовы его не плакали, Но как бы от сна Воспрянул Господь, Как бы исполин, Побежденный вину, И поразил врагов его в тыл, В вечному сраму предал их, И отверг шатера Иосифов, И колено Ефремову не сбрал, А избрал колено Иудину, Гору Сион, Которую возлюбил, И устроил, как небо, Святилище свое, И как землю утвердил его навек, И избрал Давида раба своего, И взял его дворов овчих, И от дующих привел упасти народ свой, И якобы, И наследие свое Израиля, И он упас их чистоте сердца своего, И руками мудрыми водил их. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и пресно, И во веки веков, аминь. Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и пресно, И во веки веков, аминь. Многомилостивый и всемилостивый Божий мой, Господь Иисус Христос, По великой любви Ты сошел и воплотился, Чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, молю Тебе, Спаси меня по благодати. Ведь если бы Ты за дела спас меня, Это не было бы благодатью и даром, Но скорее и долгом. Истинно так, Богатый состраданием И неизреченный в милости, Ибо Ты сказал, О Христос мой, Верующий в меня будешь жить И не увидит смерти во веки. Если же вера в Тебя спасает Потерявших надежду, То вот я верую, Спаси меня, Ибо Ты Бог мой и Создатель. Да вменится же мне вера вместо дел, Божий мой, Ибо не найдешь никаких дел, Оправдующих меня. Но вместо всех дел Того и довольна верой моей. Пусть она отвечает, Пусть она правдает меня, Пусть она соделает меня Участником славы Твоей вечной. Да не похитит же меня сатана, И да не похвалится тем, Что наторг мне Твоей Слово Божие, Руки и защиты. Но хочу ли, Или не хочу, Спаси меня, Христос Спаситель мой, Скорей приди ко мне на помощь, Поспеши, я погибаю. Ты, Бог мой, Очарев матери моей, Сподоби меня, Господи, Ныне возлюбить Тебе, Как я возлюбил некогда Тот самый грех, И вновь послужить Тебе Без ленности, Как я прежде работал На сатану-борстителе. Буду же прежде всего Служить Тебе, Господу и Богу моему, Иисусу Христу, Во все дни жизни моей, Ныне всегда, И во веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, Поставь мне ввести Мою бедную душу И несчастную жизнь. Не оставь меня грешного, И не отступи от меня За невыдержанность мою. Не дай возможности Узлома демону, Починить меня себе Посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, И опустившуюся мою руку, И выведи меня на путь спасения. О, Святой Ангел Божий, Хранитель и Покровитель Бедному души и телу, Прости мне все, Чем я скорбил Тебе Во все дни моей жизни. Если я чем-то грешил Прошедшую ночь, Защити меня на настоящий день И сохрани меня От всякого искушения вражеского, Чтобы мне не прогнеть Бога Никаким грехом. И молись за меня, Как Господу, Чтобы Он утвердил меня Страхи Своем И сродил у меня рабом, Достойно Своей милости. Аминь. Аминь. Вы, Святая Владычица Моя Богродица, Святыми Твоими всесильными мольбами, Отгоняй от меня с ничтожного, Несчастного раба Твоего, Уныния, Заввения, Неразумия, Нерадения, Весескверные, Лукавые, И хуйные помышления От несчастного моего сердца, И от помраченного ума моего, И погаси пламя страстей моих, Ибо я нищ и слав, И избавь меня От многих любительных воспоминаний И намерений, И освободи от всех Козлов воздействия, Ибо Ты благословен от всех родов, И Твое пречесное имя славится Во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, Святые угодники Божии, Игнатия, Владимир, Надежда, Любовь, Дома усердных Вам прибегаем, Скорым помощником, Молитникам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, Обрадана Мария, Господь с Тобою. Благословен Ты в женах, И благословен плод чрева Твоего, Яко родила Иси Христа Спаса, Избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, Честнага, Животворящего Христа Господи, Не остави нас грешных, Уповающих на Те. Спасибо, Господи, люди Твоя, И благослови достояния Твое, Победа на сопротивные дары Твое, Сохраняя Крестом Твоим жительство. Спасибо, Господи, Помил от самого духовного родителя и сродника, благодетелей, Митрополита, Марка, Николая, Эмпископа, Агапангела, Тихона, Антония, Священная Рея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Вадима, Зосима, Максима, Владимира, Андрея, и Глебу, Не дай погибнуть, Диакона, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, Епископа, Максима, Митрополита, Сергия, Патриарха, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Деодора, Митрополита Тихона и Лариона и весь священниче Скиночевский чин и вышли если и служители и миссионеров к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам и нам дай еще священника, рожденного свыше благовестника и место для занятия как угодно тебе. Смири власти воинств твоих, наведи страх твой на них и через них сотвори благое церкви твоей. Умудрей их издавать и исполнять добрые законы, дабы дали достойно жить людям, чтоб было из чего уделять нуждающимся, коснись их сердец и преобразуя в духовное. Владимира, Михаила, Жозефа, Рамзана, Владимира, Александра, Эвдогена и Амана и дару мира Израилу, России, Украине, Сирии, Белоруссии, Карабаху, Казахстану, Канаде. Исмутьяна, Алексея, Украти, все их сообщество разве, покажи им ту бездну, куда они сталкивают людей, слушающих их. Слава тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, здорованные тобой. Из-за всего, по силам добрых помощников, наставников, советников. И сохрани наши жилища и селения от пожара, воров, нечистой силы. И благослови живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Владимира, дай веру, благослови Людмилу, Владимира, Лимон, Алексея, Иосифа. И пришли, добрые зрители с детьми, любящими, знающими уставы твоих, ходящих в послушании. И сохрани школу. Спаси помилу, Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадоик, Виктору, Сергею, Севастьяну, Людмилу, Нину, Алексину. Всех побуди распространять Святой Евангелие. Благослови Анастасию, Евгении, Надежда, Валентина, Екатерина, Екатерина, Галину. Ищущих Тебя, Господи, Благослови, дабы не заблудились в этой жизни. Слава Тебе, возри на угрозу врагов и разруши их замыслы и закрой их в живые мста. И то, что изрыгают, они доплатят земля, дабы не достигла это доверующих Тебя. Благослови, благодетели наших, Елену, Елену, Людмилу, обрати Евгения, Наталье, Надежда, Юрия, Эдуарда и помоги нам издать Прихотомник Нового Завета в блаженном прихотворном толковании. Слава Тебе, Христе Божий наш! Я тяжко, недугопьянство избавил Павла, Михаила, Андрея, Владимира и потерянного Александра. Найди, Господи, покажи, где он, блуждающих Алексея, Сергея, останови, дабы не обманывали себя и людей. Слава Тебе, Боже наш! Все наше родство найди, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну, путешествующих, Раису, Льва, Виктора, Александра, Андрея и Ирину. Тебе, Божья слава! Достоин всяческого прославления Христе Божий наш! Посети болящих! Дай силу безропотно перенести страдания и пошли мы исцеления Кирилла, Алексея, Сергея, Антония, Надежда, Людмилу, Маргариту, Татьяну, Александру, 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 Благодарю Тебя, Господи, за друзей и за врагов, за здоровье и за болезни. По Твоему благоволению все это может оказаться спасителем для души нашей. Аллилуйя! Благословим всех, кто строил эти жилища, где мы находимся, и церкви. Такое уютное место и от непогоды от недобрых людей защищаешь. Слава Тебе, Христе Боже наш! Упокой, Господи, в обители небесных усопших отец и братья наших, родителей и сродников, благодетелей и всех православных христиан. Сотлоним вечную память, вечный покой, ибо нет человека, который глянность не согрешил бы. Прости всякое согрешение вольное и невольное. Аллилуйя! Господи, сохрани наши сокровища в интернете, их администрацию благослови, расположи к нам. И трудящие на этом поприще благослови Игоря, Юлия Дмитрия, Виктор, Вячеслава, Владислава, Романа, Николая, Алексея, Гавриила. Обратите Мафея, Тимофея, Мартина, Герман, Александра, Симона, Леонтия, Валентина, Никиту, Андрея, Марию. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Бога. Алва, отче. Свят, свят, свят Господь, Саваок, вся земля полна. Слава и Валилуя. Слава, Вышний Богу, на земле мир, в человеках, благоволение. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и каноны церкви, как на истину. Аллилуйя. И вечности воздай милостью всем, кто трудился от моей душой и возрастаниями в Тебе, Мария, Степана, Александра, Михаила и Анна. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми и покроем оформлюбивания от зависти несчастивых, от злодействующих, от всего, что не славит Господу. Господи, благослови всех помогавших нам совершить миссионерские путешествия и посеянные нами на дас обильные, добрые, спасительные плоды. Божественный Виктор, Николай, Павел, Зинаиду, Владимир, Дмитрию, Надежду, Безмилу, Сергея, Наума, Валентину, Самиру, Самире, Тимуру и Устику до истины Христову веру, дабы не разверил за пророком. И найди потерянных, оттупивших от истины. Возврати их, пока не поздно, Николая, Александра, Юлия, Евгения, Валерия, Тамару. Слава Тебе, Христе Божий наш! Слава Тебе! Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешен, благодарю Тебя, мой добрый ангел, сколько лет Ты хранил и защищал меня от видимых и невидимых опасностей и повреждений. Прошу Тебя, не покинь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела и проведи душу по мытарствам страшным и непонятным и ведея на веки вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, притящий Христом, моли Бога о нас! Но учи нас, Господи, жители в бедности, имея пропитание, одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономном и помогать нуждающимся. И каждому дару доброе жилье и Сергею Гавриилу. Мы доставим Михаила, Елену, Романа, Екатерину. Приготовить жилища, чтобы они успокоились от этих трудов, в спокойствии могли прославлять себя. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Святитель Христов Никола Медвекийский чередотворец, образ кротости, воздержание, добрая архипастость, моли Бога о нас и о нашей живности, через которую Господь облегчает наше пребывание в этой доле печали. Аллилуйя! Господи! Благослови признанных в армию, как на фронт, Никиту, Александра, Максима, Георгия и Анна. Не допусти, чтобы они стали убийцами и возвратили их в мире в радости, в здравии. Дай силу ему, Господи, крепость устоять там при таких соблазнах, дарим истинное духовное рождение, чтобы они были светильниками, сияющим в темном месте, как город на вершине горы. В томящихся вузах, в тюрьмах, в психиатрических темницах Сергея, Илью, благослови, укрепи и выведи на свободу и неведомых нам страдальцев, пытаемых и убиваемых, дабы никто не отрёкся от Тебя, Господи. Слава Тебе. Молите Бога на святые пророки Божии, Илья, Ильичей, Инох, Моисей, Самуила, Аарон, Ио, Авель, Ноя, Иосиф, Патриархи, Едрани, Емя, Моц, Наумы, Саи, Иеремия, Иван, Хазыки, Иосифа, Иль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид Нафан, Данил Отроки, Пророк Михея, Авраам и Саакьяхов. Да исполнит Господь Духом пророческим Церковь Свою, дабы день прихода Тво нашего отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы высчитать Тебе навстречу, Господи, с горящими святильниками истинной веры и сосудами, полными или добрых дел, соделанной в Духе Святом и с любовью. Аллилуйя. Молите Бога на святые ангелы и архангелы и улюбимые и сиропимые все небесные силы и престолу Божию предстоящей, святые апостолы Петры и Павел, святые евангелисты, Матмей, Марк, Лука и Иоанна, дарят Господь жажду и исследовать Священное Писание, ибо через них мы доме жить вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя. Молите Бога на святые мучшие и Игнатий, Богоносец, поликарм, Килат и Ирон Мужчин, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимий Камедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон, сорок святых мучриков, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Лениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя антихистина на щелой или правую руку. Господи, устраши правителей мира и священства обманывающих людей, что будто бы от предсказанных тобою казней, грядущих на всю вселенную, можно избавиться какими-то сообществами, изобретениями, медициной. Все это сатанинская ложь. Твои причистые уста произнесли, и запечатлено это нам во Святом Евангелии, что будут глады, моры, землетрясения, войны, когда восстанет брат на брата народа, народа царства на царство. И ты сказал, всему надлежит быть. И оно обязательно будет. И оно все это полюби твоей, чтобы подвинуть людей к спасению. Ибо за гробом нет покаяния. Аллилуйя. Молите Бога на святые отцы Василия Великий, Григорий Богослов, Ян Затаусов, Анасий Великий, Крем Синин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнили, Ио, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серапим Саровский, Иоанн Тобольский, Анкронштадтский, Аншанхайский, Кирилл, Имеходий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Пиларет, Иероним Стридонский и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да сохраните, укрепит нас, Господь, в святой, православной вере. Азамас, Иреетюков, Сихтантов, разрушу, разбей и мечту, превзроси. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Текла первомущенца, Фатина, Самарийна, Феврония, Верия, Надежда, Любовь, Матерь, София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетия, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила, Атила, Андроника, Юня, Киприяна, Устина. Да дарует Господь женам и девам послушание, молчание, целомудрие и стыдливость и сохрани их от всяческого поругания и насилия и справки покорилась Галина, семейства Евгений, Надежда, Людмила, Виктории и Иоанна. И прими нашу молитву, Господи, воздяяния рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Божьей. И соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молясь, как Тебе на небе и на земле. Ты творец вселенной, сотворивший все и сохраняющий от уничтожения. Ты Бог, знающий все прежде бытия. Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный ради голговских страданий и пролитой крови, Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешный. Прими, исполни наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них. И мы молимся о незаповедавших. Коснись их. Дай им возможность принять Тебя как спасителя. Тебе слава во всех. Тебе, Господи, хвала, честь и поклонение за все Твои милости и щедроты. Аллилуйя. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Мир всем. Доброе утро. Наш порядок такой, что после молитвы считается Новый Завет Столкования Блаженов и Филакта. И эти славные должности у нас по сей день несут наши две сестры Капилина Валентина Сергеевна и Симоненко Ольга Николаевна. Попеременно. В воскресенье мы не собираемся утром, потому что идем в храм. Итак, сестры дорогие, ваше время. Благослови, Господи, на чтение Священного Писания с толкованием Блаженного Феофилакта. Даруй, разумеет, написанное исполнить волю Твою во славу имени Твоего Святаго. Читаем послание святого апостола Павла к эфесянам 4 глава с 25 стиха. «Посему отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Толкование. «Сказав о ветхом человеке вообще, потом описывает его и по частям, и, во-первых, устраняет ложь в отношении друг другу, и, что особенно важно, и способно пробудить стыд, потому что мы члены друг другу». Как бы так говоря, неужели глаз, увидев зверя, лжет ногам и препятствует им бежать? Или же нога, ощутив глубокий ров, скрывающийся под тростником и землей, неужели лжет и не дает знать глазу, чтобы он посмотрел другую сторону и нашел обход? И вообще во всем ты найдешь то же самое. Посему и мы также не будем лгать друг к другу, ибо мы члены одного тела. Двадцать шестой стих. «Гневаясь, не согрешайте, солнце, да не зайдет во гневе вашем толковании. Сказав, не лгите, потом, так как от лжи часто происходит гнев, он говорит, хорошо было бы совсем не гневаться, но если случится, то, по крайней мере, не доводите себя до греха, неумеренно предаваясь гневу». А некоторые говорят, что один только есть безгрешный гнев, именно против демонов и срастей, который и предлагает нам здесь святой апостол. «Да не остается, говорит, в тебе надолго это чувство, и пусть не оставляет вас врагами заходящее солнце, дабы свет его не осиял вас недостойными, и чтобы ночь еще более не разожглась его огня посредством помыслов и не способствовала возникновению злых умыслов». 27 стих. «И не давайте место дьяволу». Толкование. Враждовать друг с другом значит давать место дьяволу, ибо до тех пор, пока мы соединены и сплочены, он ничего не приносит своего, так как не находит места. Когда же заметит какой-нибудь раздор в нас, тогда находя место, просовывает сначала голову подобно змею, а потом забирается и всем своим извивающимся телом. 28 стих. «Кто крал впредь, вперед не кради, а лучше трудись, сделая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Толкование. «Видишь, какие члены у ветхого человека? Ложь, злопамятство, воровство. И не сказал, да будет наказан крадущий, но да отстанет, говорит, от этого зла, ибо то дело внешних судилищ, а это учение Христово. Где же так называемые катары чистые, а на самом пусть они услышат, что снять с себя позорное имя значит не отстать только от греха, но и делать нечто доброе. Ибо послушай, что говорит далее, ибо недостаточно отстать от греха, а нужно вступить на противоположный ему путь добра. Прежде он делал зло, теперь пусть совершает добро, и не просто, а с усилием, чтобы с одной стороны сокрушить тело, которое прежде вследствие бездействие навыкло козлу, а с другой, чтобы в достаточном количестве иметь способы к жизни и продовольствию, дабы уделять и другим, и дабы тот, кто прежде других обирал, теперь благотворил другим. Чудное дело, Евангелие превращает в ангелов чуть не демонов. Комментарий Игнатия Тихоновича. Нет более результативной книги на земле, на счету которой миллионы спасенных. И что бы ни сказал человек самого возвышенного о друге, о родине, об отце с матерью, все это применимо к Евангелию. Евангелие не только воскрешает умерших и из зверей делает людей, но Евангелие превращает в ангелов суть чуть не демонов. Такие слова может сказать тот, кто испытал на себе благотворное влияние благой вести о умершем за его грехи Иисусе Христе. Евангелие, то есть благая добрая весть, известие о том, о чем тоскует душа днем и ночью ища утешения. Святой Серапион, чтобы одеть нищего, снял с себя последнюю одежду. И когда его спросили, кто раздел тебя, он, прижимая к себе дрожащими руками Евангелие, показал на него, это оно сняло с меня последнюю одежду. И такую чудную книгу «Источник воды живой», богооткровения живого Создателя сумели спрятать и сделать как бы несуществующей. Господи, дай любовь к Евангелию Твоему православным священникам. Евангелие превращает в ангелов чуть не демонов. 29 стих «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вери, дабы оно доставляло благодать слушающим. Толкование гнилым называет слово праздное, безрассудное и неуместное, каковы шутка и пустословие, но еще более гнило и, так сказать, зловонно, срамословие, брань и клевета, ибо не за дело только, но за слова дадим ответ. То есть будем говорить то, что назидает ближнего, потребно в предлежащей нужде и не безвременно и бесполезно, дабы слушающие остались нам благодарными, потому что если мы будем говорить душеполезное, то слушающие, как получившие пользу, будут благодарны, или чтобы слово ваше, говорит, сделало их облагодатствованными, ибо как мира подает благодать получающим его, так точно и душеполезное слово. Видишь ли, как Павел к чему убеждает всегда, о том и теперь просит нас, чтобы мы назидали ближнего, то есть самих себя, ибо тот, кто советует душеполезное другому, конечно, гораздо прежде то делает самому себе. Тридцатый стих. И не оскорбляйте святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Толкование если ты, говорит, скажешь слово гнилое и недостойное уст христианина, не человека ты оскорбишь, но Духа Божия, которым ты облагодетельствован и которым освящены твои уста. Затем указывает, чем мы облагодетельствованы, ибо Дух запечатлел нас в показания, что мы принадлежим к царскому стаду. Не оставил он нас в числе повинных гневу Божию, но изъял от них и печать наложил, чтобы избавить от всего гнева. Не устыдимся ли после этого оскорблять его? Твои уста запечатлены Духом, чтобы не говорить тебе ничего недостойного его. не не отрешай сей печати тридцать первый стих всякое раздражение и ярость и гнев и крик и злоречия со всякой злобой да будут удалены от вас толкование хотя и тем, что выше сказано он отверг гнев но теперь как бы с корнем его вырывает потому что раздражение то есть суровость есть корень ярости и гнева ибо когда горькая жидкость желчь бывает раздражена она выступает из заключающего ее сосуда разливается по всему телу и делает человека зверем и так раздражение есть внутренняя испорченность лукавство подготовка к злодеянию а ярость есть начало гнева как бы некоторые воспламенения гнев же такое состояние когда он переходит в действие а так как гнев если не сопровождается криком разжигающим его быстро угасает то апостол говорит и крик да будет удален от вас то есть пусть исчезнет и не останется никакого следа ибо крик это конь а гнев всадник задержи коня и ты не зверг всадника а тыми так же и злоречие то есть злословие которое хотя порождается гневом но само еще более его разжигает посредством крика но так как много бывает людей тайно уязвляющих которые ничего не говорят но тайным образом причиняют вред которые выжидают незаметно из-за угла причинить зло посему он присовокупил со всякою злобою то есть из малой из большой слава тебе боже наш слава тебе им Продолжение следует...